всем привет ребята вы на канале 30 плюс я алена сегодня мы с вами говорим про синдром раздраженного кишечника это очень интересная тема и многие действительно не знают что синдром раздраженного кишечника дивертикулит болезни крона и у многих это есть и что нужно сделать для того чтобы эту историю исправить первое это исключить глютен потому что глютен мне говорят но я же здоровый человек у меня нет целяки но и слава богу куча всего вокруг есть чтобы еще тратить свое время на какие-то разрушения своего организма если у тебя в генетике не написано что это вредно тебе то не надо думать что химия это что действительно содержит содержит глютен полезно она блокирует усвоение многих минералов как бы ты не топила о какой-то пользе так вот если у тебя действительно проблемы с синдромом раздраженного кишечника не нужно обижать ко всем врачам самое простое изначально что ты можешь сделать я перечислю в этом видео обязательно исключить глютен потому что глютен способен повредить внутреннюю выстилку кишечника важно избегать молочки потому что если есть воспаление в кишечнике в этот момент или аллергия на казеин то опять будет воспаление другой момент ограничить количество зелени и овощей не все могут с воспаленным кишечником переваривать эту супер полезную клетчатку которая вообще в принципе рекомендуется при воспалении в кишечника в кишечнике изменяется состав микрофлоры и другой момент здесь не будет баланса кишечных бактерий во многих случаях рекомендовано перейти на белковую диету только на некоторое время и если вы хотя бы можете переваривать белок потому что не переваренный белок это тоже не полезно другой момент держаться подальше от растительных масел хлопковая кукурузная рапсовая оливковая все они очень вредны для воспаления кишечника и другой момент препарат содержащий экстракт из кишок и желудков коров выращенных на травяном откорме это кстати система которая помогла мне как-то и надеюсь поможет и вам то есть если у вас есть воспаление в кишечнике можно еще добавить хлорофилл препарат содержащий действительно очень сильно влияет на кишечный микробиом и очищенные желчные соли желчные соли нужны и необходимы для употреблено для укрепления стенки кишечника и предотвращение синдрома дырявого кишечника хорошие пробиотики которым не страшен желудочный сок это обязательно почему я об этом всем говорю потому что при они заживленном кишечнике раздраженным кишечнике ходит человек с раздраженным мозгом потом это не шутки потом начинаются достаточно сильные нервные истощения и это все идет на старпо стрессовую нагрузку поэтому вы не можете заглянуть каждый момент что в вашем кишечнике но ощутить вы четко можете если вы чувствуете что супер полезная зелень от блогера вам не заходит так она и не нужна вам значит в этот момент у вас действительно проблемы с кишечником хлорофилл если вы не получаете хлорофилл из зелени а вы его не получаете в этот момент то можно получать в виде концентрата например и сока видграсса или просто хлорофилл покупать и другой момент как я сказала препараты содержащие экстракты из желудков коров выращенных на травяном откорме именно эта история действительно очень очень серьезно влияет на эмоциональное состояние поэтому если если есть какие-то вопросы то пожалуйста пишите с радостью вам отвечу будем на связи здесь канал 30 плюс я медицинский психолог и нутрициолог консультирую в онлайне пока только пять лет а 10 лет работаю в оффлайне